Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Теперь ФИШТ еще и предприятие. Губернатор подписал распоряжение о создании нового государственного учреждения. В Сочи начнут менять схему организации дорожного движения, провести паспортизацию улиц. Власти курорта намерены к следующему году. Усилен обороться с незаконной наружной рекламой. Такую задачу поставил первый замглавы Сочи на совещании по оформлению городской среды. Позывной «Чайка» фото-выставка, посвященная Валентине Терешковой, первой женщине-космонавту, откроется в Сочи. Новый мост построят в Туапсинском районе. Возводить его начнут на участке трассы в районе Джубгинской развязки по направлению к Краснодару. Об этом договорились губернатор Кубани и председатель правления «Автодора» в ходе рабочей поездки по трассе М4 «Дон». Вениамин Кондратьев и Сергей Кельбах на автобусе проехали путь, где в прошлом году были многокилометровые пробки. Глава региона отметил, что сейчас ситуация на дорогах улучшилась. Техника ушла с трассы, убрали риверс. Но на подъезде к Джубгинской развязке всегда большие пробки. Вениамин Кондратьев неоднократно объезжал этот участок и был недоволен дорожными работами на трассе, ведущей к морю. Сегодня Сергей Кельбах прилетел в Краснодарский край, чтобы лично посмотреть обстановку. Но у нас нет другого выхода, как делать всю дорогу от Краснодара к морю комфортной. Друзья, если мы делаем ее различными участками, промежутками, но это не даст результата. В смысле в этой транспортной современнейшей развязке, если подъехать к ней, не съехать, с нее возможности нет. Давайте сделаем, конечно, возможность, чтобы они могли ездить с комфортом. Мост на подъезде к Джубгинской развязке через М4 12 августа выходит из главгусэкспертизы. Тут же мы запускаем его в работу. А это значит, там будет строительство фактически двух мостов. То есть строится новый мост и реконструируется старый. В результате там четырехполосное движение. Огромная просьба по времени все-таки максимально усилиться по количеству рабочих. Мы как бы ездили и в межсезонье. Но, Николай Николаевич, я все равно, чтобы он не говорил, не вижу здесь такой, знаете, вот кипучей деятельности. Потому что в межсезонье мы должны успеть все. И может быть в дневную смену, может быть в ночную смену. Но у нас сезон, это вот есть та отсечка. До 1 июня однозначно все, что запланировали, должны выполнить. И никаких не должно быть оправданий, что мы заходим на сезон. Строительство нового моста начнется осенью этого года. До сейчас готовится вся необходимая документация. Мы очень внимательно относимся к мнению руководства Краснодарского края. Я лично к вашему мнению. Потому что вы чувствуете здесь настроение на земле значительно лучше, чем они чувствуются из Москвы. И поэтому, прислушиваясь, я корректирую свои действия. Я предлагаю в конце сентября, в начале октября торжественно открыть начало строительства. И это будет хороший сигнал для всех о том, что услышаны и работа начата. И зимой мы сделаем львиную работу. В первую очередь услышаны теми людьми, которые за рулем. Я это имею в виду. Услышали мы тех, которые, конечно, больше всего пишут. Все, на этом все. Вот самое главное, что договорились. Во время объезда Венивин Кондратьев и Сергей Кельбах обсудили и строительство северо-западного обхода Краснодара. Проект на смертную документацию планируют разработать летом, подчеркнул Кельбах, чтобы работу можно было начать уже в следующем году. Чтобы мы не говорили, мы можем сделать хороший мост кельчинский, мы можем подъездные пути сделать великолепные. Но вот этот даже небольшой промежуток может создать большую проблему. Без транспортного обхода Краснодара, при том, достаточно хорошо сегодня сорганизованного и воплощенного в жизнь мы не обойдемся. Мы сегодня заглянули более внимательно на этот проект и, конечно, правильнее его вязать с М4. Само проектирование и подготовка конкурсных процедур и в финплане есть поддержано Министерством финансов и Министерством транспорта. Мы, я завтра вернусь и буду подписывать уже договор на проектирование. Строительство северо-западного обхода – это первый этап в планах дорога Краснодар-Абинска-Бординка. Соглашение по этому объекту было подписано на сочинском форуме. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Утверждение кандидатов и программа на выборы. Единороссы Кубани собрались в Краснодаре. В краевой столице прошла 28-я конференция регионального полицовета. Сегодня партийцы определятся с кандидатами, кто будет бороться за кресло в региональном парламенте на сентябрьских выборах. Участие в заседании принял глава региона Вениамин Кондратьев. Обращаясь к кандидатам и членам партии, губернатор отметил, что все проекты и предвыборная программа направлены на улучшение качества жизни кубанцев в городах и станицах. И будущее благополучия края напрямую зависит от результатов избирательной кампании. Нам нужен сегодня рабочий парламент. Нам нужны депутаты практики, способные видеть проблемы. И не только понимать и видеть, но и решить. Сделать такое законодательство, такую норму, которую можно реально применять в жизни. Каждый, кто пойдет на выборы, должен давать себе отчет, что он будет 5 лет жить проблемами людей. 5 лет. И работать для людей, как для себя. Коллеги, вы будете бороться. Кандидаты от «Единой России» будут бороться, так же, как и все, за мандаты в заказательном собрании нашего края. Доказывать, что вы способны, и люди должны вам поверить. И вот результаты этой победы смогут нам прогарантировать стабильную и успешную Кубань в ближайшие 5 лет. До начала заседания губернатор и председатель ЗСК осмотрели выставку партийных проектов, которая была представлена в холле концертного зала. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения «ФИШТ». Документ опубликован на сайте администрации Кубани. Организация будет заниматься эксплуатацией и содержанием стадиона, а также проведением матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года и популяризацией этого вида спорта. Учредителем организации станет Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, которое и выступило автором предложения создать ГБУ. За ним закрепят имущество стадиона. «ФИШТ» ввели в эксплуатацию 10 марта 2017 года, а на арене провели товарищеский матч между сборными России и Бельгии, игру первенства футбольной национальной лиги и финал Кубка России, в котором встретились Урал и Локомотив. В рамках Кубка Конфедерации Олимпийская арена приняла три матча группового этапа и полуфинальную игру. По словам министра спорта Кубани Людмилы Черновой, московский «Локомотив» интересовался возможностью проведения тренировок и матчей на «ФИШТе». По предварительной оценке, содержание с учетом эксплуатации и коммунальных расходов стадиона будет стоить не больше 200 миллионов рублей в год. «Планета круглая. Встретимся в Сочи». Новый промо-ролик о нашем городе появился в ротации на федеральных каналах. Его появлению способствовала системная деятельность администрации по продвижению Сочи на рынке туристских услуг. Лучшая реклама курорту – это горы, море и множество событийных мероприятий. Наряду с этим, для увеличения интереса к Сочи, глава курорта регулярно проводит информационные туры в российские города. Итогом таких встреч становится увеличение чартерных рейсов и в целом турпотока. Новый ролик – это короткий экскурс по рекреационным возможностям города. Власти рассчитывают, что этот новый креативный видеоролик привлечет дополнительный интерес к городу и как следствие будет способствовать повышению благосостояния сочинцев. Госдума запретила уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе. Об этом сообщает сегодня ТАСС. В документе также прописан алгоритм действий призывной комиссии, руководителя у которого работает уклонист. Госдума приняла закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований. В 2014 году был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство. Однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму, не соответствующую основному закону страны. Норму о безвременном запрете теперь заменили на определенный срок. В результате было принято решение о 10-летнем запрете. В законе также установлен порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения. Уклонение от врачей тоже выйдет себе дороже. Работодатели хотят заставить отвечать за диспансеризацию сотрудников, сообщает коммерсант. По данным издания, Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию. Компании могут обязать платить повышенный тариф ОМС. Ставку и другие условия, принуждение к диспансеризации, Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли. С 2013 года диспансеризацию прошли уже более 85 миллионов россиян. Минздрав отмечает, что эта процедура позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. С 2018 года, отмечает ведомство, диспансеризация станет еще более целевой и доказательной. В Сочи начнут менять схему организации дорожного движения и провести паспортизацию городских улиц. С власти курорта намерены к следующему году. Решение этой давней проблемы стало возможным благодаря внесению изменений в закон Краснодарского края, согласно которому функции по перемещению транспортных средств на курорте возложены на муниципалитет. В связи с этим сегодня прошел круглый стол с участием СМИ, общественности, представителей мэрии и полиции. На повестке дня вопрос работы эвакуаторов. Слово Татьяне Говорковой. Изменения в закон о перемещении транспортных средств вступили в силу с 10 июля. В работу по новым полномочиям Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города включился сразу. Первая задача у городских властей – навести порядок в деятельности служб по эвакуации транспорта. Эвакуация будет абсолютно прозрачной, заверил руководитель департамента. Производиться будет исключительно согласно законам и действующим правилам дорожного движения. Работа в этом направлении уже дает результаты. За вчерашний день по всему городу было эвакуировано 7 автомобилей. Город сейчас будет перезаключать, во-первых, договора с теми службами, которые этим занимаются. Это первое. А второе. Мы, соответственно, город теперь уже имеем все полномочия, скажем так, и рычаги для того, чтобы совместно навести порядок. И в том числе как с работой этих служб, так и, соответственно, с той ситуацией, которая есть у нас на отдельных участках наших дорог или улицах нашего города. Что касается, скажем так, тарифа за перемещение транспортных средств, то здесь тоже, конечно, та работа, с которой мы сейчас начинаем. Планы по совершенствованию схемы организации дорожного движения в мэрии масштабные. Первые изменения коснутся улиц так называемого «Золотого квадрата» в центре курорта и в Адлере. На отдельных участках дороги, где это необходимо, заменят дорожные знаки, расширят парковочное пространство или вовсе запретят остановку. Глава города и первый заместитель главы города Чермит Мугдин Владимирович, который курирует эту тематику, это должна быть нужная услуга, если она у нас есть, она должна быть нужная услуга городу и населению. Населению той части, которая не нарушает, перекрывает нам дороги, в непонятном месте ставит транспорт, а той части, которая законопослушный, которая не может проехать из-за этого. Чтобы нововведения дали хорошие результаты, важным аспектом при принятии решений будет мнение общественности. Так, уже на следующей неделе по городу будут работать волонтеры. Они запишут все идеи и предложения сочинцев по улучшению дорожной обстановки. Их мнения будут учтены при создании новой схемы и дальнейшей паспортизации улиц города. Программа рассчитана на три года. Вот сейчас уже могу уверенно сказать, что в бюджете следующего года будут заложены средства на паспортизацию, скажем так, это будет первый этап. В течение двух-трех лет закончим полностью по всей уличной дорожной сети. Что получим в результате? Дорога – это линейный объект, мы получим паспорт, который будет в том числе включать в себя схему организации дорожного движения. В первую очередь это делается для удобства жителей. Уже сейчас работает сайт «Городская среда», где зарегистрировавшиеся пользователи скоро смогут не только узнать о правилах движения, наличии парковок по той или иной улице, но и получать уведомления об установке новых дорожных знаков. Кстати, и их появление в городе больше не будет спонтанным, что вызывало нарекания у водителей, а только после процедуры согласования в специальной комиссии и публикации в СМИ. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Усиленно бороться с незаконной наружной рекламой. Такую задачу сегодня поставил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит на совещании с Департаментом дизайна и оформления городской среды. По-новому город должен выглядеть уже к конкурсу «Новая волна» он пройдет в сентябре и Октябрьскому всемирному фестивалю молодежи. Почему работу в этом направлении Чермит назвал неудовлетворительной, расскажем в нашем следующем сюжете. Билборды, баннеры, вывески, стойки, штендеры, растяжки над проезжей части, на фасадах зданий и элементах уличного оборудования. Абсолютно все виды наружной рекламы сегодня можно увидеть на улицах Сочи. И все это многообразие не идет на пользу архитектурному облику курорта. Реклама навязчива, ее много, она закрывает природную красоту города. Когда будет наведен порядок с наружной рекламой, этот вопрос первый заместитель главы города Мугдин Чермит задал Департаменту оформления городской среды курорта. В полном составе отдел мэрии он пригласил на специальное совещание и поставил конкретную задачу. Нам с вами нужно избавиться от этих огромных билбордов, от многочисленных надписей, от несанкционированной рекламы. Сегодня по поручению главы города мы освобождаем территорию города от этой всей ненужной рекламы, засоряющей и отвлекающей жителей и гостей города от наших красивых пейзажей. С начала года Департамент дизайна демонтировал 863 рекламные конструкции и всего 5 предприятий оштрафованы. Работу Департамента в этом направлении Чермит признал неудовлетворительной. Ведь демонтаж производится за счет средств администрации, а деньги с рекламных компаний никто взыскивать не спешит. Да и штрафы предприятиям Департамент не выписывает. Между тем на юрлицо они могут доходить до миллиона рублей. Вот пример. Эта многотонная незаконная конструкция была демонтирована за счет мэрии. Предприятие исчезло и осталось совершенно безнаказанным. Немедленно обращайтесь в соответствующие службы, полицию, обращайтесь в суд для того, чтобы для этой фирмы, которая здесь, извиняюсь, нагадила, наступили серьезные юридические последствия. Как минимум, чтобы был штраф. На миллион надо было их привлечь, плюс еще, чтобы они компенсировали наши затраты. Еще одна проблема – рекламные объявления, которые жители размещают на своих окнах и балконах. Мугдин Чермит призвал сотрудников департамента регулярно совершать обходы и привлекать к ответственности управляющие компании, которые не следят за внешним обликом вверенных им домов. Теперь итоги работы департамента оформления и дизайна городской среды будут обсуждаться ежемесячно. Главная задача – сделать так, чтобы наружная реклама в Сочи не портила внешний облик и была качественной и современной. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Максим Кавригин, Демид Даниловский, Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ». Позывной «Чайка» – так называется новая фотовыставка, которая готовится к открытию в Литературно-мемориальном музее Николая Островского. Посвящена она 80-летию первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой. Позывной Валентиной Терешковой был «Чайка». Отсюда и название выставки. Космический взлет «Чайки» состоялся ровно 54 года назад. Корабль «Восток-6» впервые пилотируемой женщиной на орбиту спутника Земли был выведен 16 июня 1963 года. Продолжался он почти трое суток. За это время она 49 раз облетела Землю, видела 47 восходов и закатов Солнца. Это историческое событие и сами космические будни отражены в редких и уникальных фотографиях, которые Сочинскому музею Островского предоставил Мемориальный музей космонавтики Москвы. Часть из них не была опубликована. И, конечно, смотреть на эти фотографии – это просто удивление. Познаешь целую эпоху, историю космонавтики. И, конечно, проникаешься такой любовью и уважением к этой удивительной женщине, к этому человеку, которая всю свою жизнь посвятила космосу. Выставка, отмечают музейщики, просветительская. Это не просто фото героя Советского Союза и единственной женщины, совершившей космический полет в одиночку. Здесь отражена история сильной личности, которая благодаря желанию и упорству добилась своей цели. Поэтому посетить фотовыставку, посвященную 80-летнему юбилею Валентины Терешковой, важно и сочинской молодежи, уверены организаторы. Когда человек планирует свою жизнь, свое будущее, то, конечно, важно, чтобы перед глазами был пример. И не какой-то вот трехсотлетней давности, а вот человека, который живет сейчас среди нас, который вместе с нами. И, конечно, это важно. Мама, папа, я – спортивная семья. Традиционные семейные соревнования состоятся в Сочи 22 июля. Место сбора в парке имени Фрунзе у летнего театра в 9.00. Участников ждут прыжки в длину, сборка-разборка автоматов, сбор палатки на время, туристская переправа, викторина, эстафеты. Зарегистрировать свою команду можно заранее, позвонив в Центр развития молодежи Сочи или на месте в день соревнований. «Русалочки» на помосте. Открытый турнир по художественной гимнастике пройдет в Сочи. Он состоится 15-16 июля на базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт». В соревнованиях примут участие семь команд, более 200 спортсменок, возраст которых от 4 до 18 лет. На открытый турнир в Сочи приедут спортсменки из Ставропольского края, Астрахани, Ростова-на-Дону, Саратова, Москвы и Владивостока. Гимнастки будут соревноваться как в индивидуальных, так и групповых упражнениях со скакалкой, мечом, булавами, обручем и лентой. Юные сочинцы сыграли в футбол на снегу. Воспитанники спортшколы номер 10 провели показательные тренировки для иностранной прессы. Под камеры бразильских СМИ попали уникальные футбольные баталии на отметках 960 метров и 2050 метров над уровнем моря. Своеобразными моделями стали лучшие молодые футболисты Сочи, участники международной программы FIFA. В администрацию города обратились СМИ из Бразилии, представляющие интересы не только бразильских спортивных и туристических изданий, но и европейских с просьбой о содействии в проведении уникальных для футбольной темы съемок. В основных сочинских локациях с местным колоритом. К организации подключился и департамент физической культуры и спорта. Юным футболистам уже есть чем гордиться. Они неоднократные победители различных молодежных турниров, где они представляли город Сочи. Участники молодежной программы FIFA. И всех церемоний выноса флага этой международной организации в ходе Кубка Конфедерации. Кроме того, теперь эти ребята – обладатели особого опыта. Участие в открытой тренировке сборной Германии позволило узнать много нового от тренера команды чемпиона мира по футболу Иохима Лева. Ну и в завершении программы информация от наших партнеров. Производитель имплантов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Валет Денталь». Практическая имплантация и протезирование за один день. Во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok